приветствую с вами снова чигравый сегодня я продолжу серию небольших фильмов про свои охоты капканы и предлагаю вам сегодня снова прогуляться по лесу посмотреть капканы поинтересоваться попался в них кто-то или нет в общем провести со мной время так скажем небольшое составить мне компания и прогуляться побыть немножко на природе пусть может быть так виртуально но все же да сегодня температура минус 5 сверху заностила вчера был мокрый снег дождем вот поэтому я еще решил пройтись проверить капканы возможно они где-то подмерзли хотя они у меня установлены насколько я понимаю правильно мы проверим посмотрим как это на деле ну что погнали теперь же точно берет вот это приближаемся к моим угодим небольшой ложок с такими поваленными деревьями наклонными деревьями это яблоньки впереди болотца здесь вот рядом идет железная дорога буквально метрах 60 70 вот это вот такой лес сразу я вам покажу сегодня включил на камере обнаружил случайно если есть стабилизатор изображения вот пробую снимать с ним посмотрим насколько хватит батарейки вот мне нужно идти туда где-то метров 500 вот когда буду подходить к апкану включусь подхожу к очередному своему капкану вот где оканчивается ствол березы видно отчеп торчит такая тоненькая палочка сейчас покажу вот она сейчас я обойду его кругом проверим был ли подход конец и сразу же видно что капкан не сработал возможно отчеп на месте хотя место перспективно болотина рядом находится здесь перешеек ограниченный с одной стороны железнодорожной линией и вот этот ложок туда уходит осенью здесь куница была пройду покороче чтобы время не тратить хотя я закладываю обычно след побольше чтобы не было сразу же прямого подхода к капкану вот и в то же время за счет круголя я обрезаю следы куница если такая была в районе моего капкана выпавшая дерево корча вот у него здесь есть перспективное дупло которое поставил капкан слышите них нас хрустит так смотрим капкан на месте стоит наживка наживку поели наживку нужно будет обновлять наживка там дальше в дупле вот это отчеп утяжелен сейчас буду обновлять наживку первонаперво конечно нужно расчистить подход к капкану снег конечно для куницы не проблема но все же чистый подход не меньше смущает она меньше тратит усилий для того чтобы добраться до капкана поэтому я очищаю теперь нужно аккуратно очень достать приманку она у меня находится в глубине гнезда да палочка в мерзла вот что осталось от наживки обгрызная косточка она висела на палочке на высоте где-то сантиметр 15 и тем не менее мыши на не добрались поэтому нужно будет добавить приманку приманку я ношу в таком контейнере пластиковым чтобы она не замарала мне рюкзак и еще внутри находится в мешочке в этот раз я опять буду использовать тушку наторы под квашеную положу положу кусочек спинки вот и кишки кондатры кишки не выбрасываю ведь может быть их и не будет жрать но по крайней мере они будут оставлять запах кишки андатры и так же подвешу кусочек мяса как бы визуальной приманкой у меня вот тут колышек заостренным верхом я нанизываю прямо на него слепую работать конечно же неудобно манка попала на капкан можно его убрать ну капкан у меня слегка прикрыт листьям как мне нужно приоткроет Все, приманка обновлена Рядом можно вот так вот мясом обработать Это будет создавать дополнительную запаховую дорожку Вот, если кровь осталась, то тоже можно покрошить Все, остатки приманки убираю У меня впереди еще несколько капканов Кто-то стрелял Убираю в мешочек Вот, если у вас тут налипло немножко снега, не страшно Снег растается, смешается с кровью И потом этой кровью можно также полить Место, где установлен капкан Это тоже дополнительная такая запаховая приманка Она пробуждает аппетит у куницы Куница смелее идет в капкан Все, у меня здесь накрошена кровь Побросаю ее подальше Это будет как бы такая приманка Если куница рядом пойдет, чтобы она учила капли крови И по этой дорожке подошла к капкану Все Мясо обновил Немножко обновлю вонючку Пока тепло Я буду использовать квикпо Приманку Уже показывал в предыдущих видео Она пахнет достаточно хорошо Вот у меня веточка Которая мазал Видите, она длинная Потому что я Мазал внутри Чтобы не попасть в капкан Намазываем в саму веточку И втыкаю ее тут же Чтобы она создавала здесь Поле запаха Кто-то стреляет Вы, наверное, слышите шумы Я нахожусь недалеко От жилища человека, так скажем Поэтому здесь слышно И трассу автомобильную Какую-то работу там Работает Все Обновление капкана не требует много времени Вот Я провозился, конечно, больше Потому что Параллельно вам рассказывал Показывал На самом деле Это все делается быстрее Так, ну что Капкан установлен Проверяем сбежит Работает Отчепка нет Отчеп не примерз Значит, он работает Сюда я тоже немножко намажу Сюда я тоже немножко намажу Это тряпочка у меня просто Вот На ней дольше запах Поэтому я тоже ее мазал немножко Ну все Все С капканом здесь закончено Пойдем дальше Палочку я воткнул вот сюда Вина, да? Вот Решил все-таки показать поближе Как получилось Капкан Вот Чтобы куница не прошла Слева от него Я воткнул сосеночку Вот это Вот видите Здесь сосеночку у меня стоит Чтобы она через нее перешагивала Вот и вставала Капкан вот здесь под листиком находится Вот видно И там приманка Кишки И на палочке кусочек мяса Вот Вот капкан установлен таким образом С отчепом Вот Береза рядом Сейчас покажу вокруг Болотце С поваленными деревьями И здесь вот эта корча Тоже стоит Вот такое место И здесь капкан стоит Ну все Пойдем дальше Подхожу к очередному капкану Вон там видно Крылышко висит В капкане походу Никого нету Ну Это для меня уже Более естественная ситуация Нежели если бы там кто-то был Вот почему я говорил Что Нежелательно мазать Вот здесь Вонючку Мясо в капкане растаяло Дало сокровицу Приманку подновлять не буду Подновлю только вонючку Сейчас на улице тепло Минус 5 градусов Днем наверное вообще около нуля Поэтому я Буду делать приманку Рассчитанную Для теплой погоды Подтушенная мойба Мойба была бы в самый раз У меня просто сейчас ее нету Использую те приманки Которые есть Вот почему я их так много мажу Не жалко Предоставлены спонсорам А выдумали Вот Нанесу также Квикпол Приманка С запахом потухшего мяса Вот Которое хорошо работает В не холодную погоду Где-то у меня была палочка Не вижу Ну не проблема Сломаем ногу Я стою на снегоступах Поэтому тут рюкзак между ног Поэтому я немножко такой неловкий Добавляю непосредственно на стенку Канистры В которой у меня стоит капкан Потом покажу Приманка не очень густая Поэтому мне приходится Несколько раз махнуть И потом я вот со стенок Собираю бутылочкой Не думайте, что это там Наматываю То есть практически Ученик Вот И вот сюда У капкана Палочка скорее всего упала Да Вот она Я ее нашел Отстаяла и упала Практически не пахнет Я ее тоже немножко подновлек Стенки бутылочки Добавлю Поглубже в окну Здесь немножко отстаяло И она свалила На крылышко Можно тоже добавить Прямо так Об горлышко его чуть-чуть Бутылочки Бутылка уже произносилась Намокла Вот Если у вас таких бутылочек Несколько Рекомендую новую бутылку Скотчем обмотать И тогда это защитит Ее наклейку Чтобы вы потом не перепутали Где какая лежит Вот Если без скотча Бумажка намокается Временем слазит И бутылочки Они становятся одинаково похожи Я этого не сделал Поэтому у меня бумага Уже слазит Этикетка Ну все Вонючку обновил Сейчас Покажу вам крупным планом Как установлен капкан Правда Опять наверное камеру Замараю вонючими руками Хоть они и в перчатках Все равно запах попадает Капкан установлен в канистре Там в конце находится мясо Вот С той стороны дырку я не закрывал Чтобы насквозь проходил запах Пробежала сокровица Видите да Справа от капкана Вот Замочила цепочку Вот это не очень хорошо конечно Сейчас я сделаю Чтобы не видно было Вот Таким образом у меня стоит капкан Небольшая крыша Которая Спасает Вход капкана от снега И в сбежек Вот который идет вниз Почищу его немножко Вот в этом месте Вот Если вы хотите мазать Приманку на сбежек Вот как я и вам рекомендовал Наносить ее снизу Сбежкой Снизу Тогда когда вы будете его очищать Вы не замараетесь Этой вонючкой Вот А снизу когда нанесете Приманку Снизу сбежка Она будет пахнуть Снег ее не будет накрывать И он не будет перекрывать Исходящий от нее запах Ну вот Обновляем капкан Вонючку обновили Все Это заняло Не больше пяти минут Пойдем дальше Следующий капкан Недалеко Поэтому я камеру Уключать не буду Заодно Немножко посмотрите Мое угодье Я иду По небольшому лошку Вот он тянется туда Здесь как бы Ну речка не речка Но мокрое место И осенью здесь каницы было много Вот видите в этом году рябины сколько Рябины очень много Я такого года еще не помню Скоро декабрь А рябина все еще висит Обычно я к этому времени уже Всклевывают птицы Вот она Вся ветка усыпана Все в рябине А вы сейчас слышите Шум От моих снега Вчера выпал Мокрый снег с дождем Снег покрылся настом И поэтому я сегодня иду очень громко В такой ситуации Конечно зверя не сможешь скрадывать Он тебя услышит За полкилометра как минимум Вот не знаю посмотрим Сегодня я включил На камере стабилизацию изображения Картинка должна быть стабильней Штатив зацепляется за ветки Поэтому камера подпрыгивает иногда Не стал я снимать из штатива Вот бурелом У меня как раз здесь недалеко Капкан установлен При подходе всегда В предвкушении Замираешь Нету нифига Вон на березе он стоит под травой Канистры тоже Нашел две канистры В лобе поставил капкан В одну педальный В другой капкан Типа кулемка Капкан на месте Немножко сдвинут почему-то Может я неаккуратно поправим Вот палочки с вонючкой я не вижу Почему-то они все теряются Мяса достаточно Сделаю сюда приманку байт Здесь мясо все-таки Небольшой кусочек Вот обязательно Обязательно надеваю перчатки Но это уже по умолчанию В перчатках-то как бы Попадаешь в запах Здесь в перчатках подавно Приманки байт Где-то 100 грамм Вот поэтому расход идет И более экономный Что это я делаю Это я делаю для того чтобы То что на крышке осталось Оно упало вниз Иначе когда крышку откручиваешь Она стекает на руку Вот на крышке Вот сейчас потеплее стало Приманка стала мягче Могу показать А потом покажу Цвет приманки Так Так сделаем Сегодня я сделаю таким образом Вот елочку И здесь оставлю Нужно ее сделать нависающую Чтобы снег на ней сильно Не скапливался Вот и конечно же На приманку нанесут Потому что В отличие от других приманок Вот байт Можно использовать Как нанося на приманку Мартин байт То есть куница Приманка Приманка для куницы Так и называется В переводе Можно носить Как рядом С капканом Так и на саму приманку Так и вместо приманки Наношу очень аккуратно Потому что здесь Чувствительный сторожок Вот и веточку тоже Оставлю здесь Пусть она воняет И привлекает своим запахом В двери Вот залез Ждавно негаданно Сейчас буду вонять Все, закрываю аккуратно Ну, какого она цвета Цвета протухшего мяса Слегка розоватое Вот И больше бежевого цвета Запах Устойчивый запах Вонючий Протухшего мяса Возможно, что-то еще добавляют Какие-то вещества летучие Которые помогают запаху Распространяться На большие расстояния Я слышал, что этому способствует амбра Которую добавляют также в духи Она, во-первых, удерживает аромат И помогает ему распространяться Легко Вещь достаточно дорогая Поэтому Себестоимость таких приманок Конечно, немножко дороже, чем Те, которые сделаны в домашних условиях Ну и как сам производитель утверждает Эффективность их, конечно, тоже выше, чем домашние Потому что они добавляют туда Кроме мясных Протухших Ингредиентов Дополнительные вещества Которые Усиливают летучесть Приманки Стойкость ее к морозу И делают ее более аппетитной Можно пользоваться Самодельным приманками Можно покупными Это так же, как на рыбалке Можно удочку сделать самому Можно купить ее в магазине Ну вот Я никого не агитирую Просто рассказываю Свои ощущения От этих приманок Ну все Капкан подновлен Пойдем проверять дальше Следующий Капкан Капканов опять Ничего нету Вот Земляк Антон Приветствуется Антон С форума Сантер Клуб Посоветовал Да и не только он Еще пользователь Под ником Тихий Посоветовали мне Применять другую тактику А именно Снять капканы Нафиг И переставить их На новое место Причем Антон Советуют Места выбирать Используя Спутник Ну например Тот же Google Или Яндекс С картой Я думаю Что так только могут делать Уже профессионалы Для меня все таки Нужно Увидеть след Куницы И тогда я Ставлю капкан В этом месте Просто ставить капкан В перспективном месте Но я пока До этого не дошел И капканов У меня Не так уж и много Для такой постановки Для такой тактики Поэтому мне Как-то спокойнее Ставить их там Где я видел Вовсе небольшое количество Следов конницы Но Как видим Моя тактика Не такая уж эффективная Похватываться Ничем не могу Вот Уже проверил Три тавкана Все три пустые Пойдем дальше Посмотрим Может быть там Чтобы нас порадует Ну ладно Пока включаюсь Вот вы слышите С таким шумом Идут Снегоступи По нас Вчера выпал дождик Смотрим снегом И я иду Очень шумно Полезу Если бы мне нужно было Скрадывать Какого-то зверя У меня бы ничего не получилось В такую погоду Снегоступа Но я не думаю Что лыжи были бы тише Вот такой звук Издаются Негоступы При ходьбе По легкому Насту Но я иду легко Как видите Не зацепляясь За нас Вот если у вас В перспективном месте Есть такой вот бугорочек Ну любая возвышенность Вот как здесь Я думаю что куница Обязательно на нее Сходит Полюбопутствует Сейчас я обойду ее Круголя Дам Постараюсь обрезать Есть ли там следы куницы Или нет Если есть В перспективе Поставлю туда тоже капкан Тем более Там есть Упавшие деревья Вот Ну посмотрим Пока отключаюсь Пойду вот туда Бугорок обойду Так А вот здесь Надо будет очень тихо Проходить Потому что видите Это крышки Атомных ракет Вот Здесь как бы есть Пункт ПВО Три ракеты стоят Вот Три крышки Ближе я подойти не могу Потому что там Система обнаружения Прибежит наряд Поэтому я отхожу В сторону От них подальше Ну его нафиг Иначе мне придется Весь день провести Под допросом Вот так вот Я дальше снимать не буду Информация секретная Конечно Блин Выдают мне Снегоступы И все равно Я их люблю В одном из видео Я сниму видео О снегоступах На большой обзор И вы Можете посмотреть Если кто-то Думал У кого-то посещали Такие мысли Что ему купить На охоту Лыжи или снегоступы Вот Возможно я Отвечу на некоторые Его вопросы Которые в свое время Меня так же посещали Я стоял перед выбором Что мне купить Для охоты Лыжи Или снегоступы Цена лыжи была Конечно Поменьше Снегоступы Были подороже Где-то Процентов На 20 На 30 Все время Но я собрал Большую информацию В интернете И в конечном итоге Я конечно Купил себе Снегоступы Безумно рад Вот Если вам интересно Смотрите Соседнее видео На моем канале Обзор Снегоступы А я подхожу К следующему капкану Пока отключусь Вот здесь Вдоль железной дороги Железная дорога Идет лесок Там дальше За леском Дорога идет Лесная И вот куница Вдоль железной дороги По этому леску Мигрирует Ну по крайней мере Осенью мигрировала И вон там За этим столбом В лесочке У меня стоит Капкан Сейчас мы туда сходим Посмотрим Попался там кто-нибудь Или нет Прохожу К очередному Своему капкану Установленному В 5 литровую бутылку У меня на канале Есть видео Про установку Этого капкана Интересно Можете посмотреть Ну вот чем она Хороша бы тоже Видно Сразу же Мясо на месте Никого нету Вот Как ни грустно Никого нету Капкан введен Все на месте Приманка на месте Сейчас обновлю Вонючку И пойду дальше Покажу вам Какие тут места вокруг у меня Обычно Сосновый лес Немолодой С подростом Здесь низинка Вот Небольшая И здесь Железная дорога Рядом идет Капкан стоит Вот Хочу показать Интересную деталь Вот теперь Мясо Подтаило И Долосу Кровицу То есть Под капканом Видите Там Кровь такая Это очень хорошо Куница Если подойдет Учувствует кровь Обязательно Обратите внимание На капкан Ну Я сейчас Вам рассказываю Как оптимист А оптимисты Всегда должны быть Вознаграждены Удачей Вот Пока у меня Удача Ходит где-то рядом Ну что Подходим К последнему Капкану На моем пути День сегодня Не очень удачный Это уже Закономерность Для меня Ну что Поделаешь Такая охота Здесь Вот такая Корча лежит И в конце Ее установлю У меня капкан Вот Последний На путике До жилья Здесь Три километра Вот О Ребята Неужели Неужели Звериный Бог Меня услышал Вы это Видите Или нет Я тоже Вижу Смотрите Какой Котяра Попал Матерый Матерый Котяра Вы Видели Это Нет Ну что Не зря Сегодня Мы прогулялись Сейчас Ставлю Крупным Планом Котяр Котяра Мальчик Мальчик Котик Огромный Матерый Мясо Мясо В зубах Как взял Мясо Так Его И задавило Вот Сейчас Постараюсь Показать Крупным Планом Как Его Прихватывает Капкан Такого Типа Не зря Выбыл Это Мясо Показываю Крупным Планом Как Его Прихватывает Капкан Вот Вы видите Да Расстояние Расстояние До мяса В капкане Вот То есть Он попытался Отдернуть голову Вот так Он мясо Потянул Еще успел Какой-то момент Отдернуть голову И попался Капкан Был вот так Установлен То есть Все-таки У него Ему удалось Как-то Вывернуть голову Потому что Он должен был Спиной Сейчас К нам Быть обращенный Повторюсь Капкан Вот так Стоял То есть Какое-то время Все равно Ему Помучиться Пришлось Ну Что делать Охота Вот Капкан И охота Она предусматривает По крайней мере Такой капкан Не дает Долго Зверю мучиться Убивает Его практически Моментально Вот Ну Сейчас буду Доставать Очень аккуратно Сейчас тепло Я думаю Что Шерсть Не вморозилась Хотя Вот здесь Вот Какой-то Лед То есть Вчера была Изморозь Натаяла Вот Попробую Аккуратно Снять Если не получится То отнесу Его вместе С капканом Домой Вот такой Смотрите Матерый кот Большой Большой Котяра Вот Ну Вот вам И хэппи-энд Не просто так Мы сегодня Прогулялись С вами По лесу Звериный бог Наградил нас Зверем Капканная охота Одна из самых Гуманных Зверь Остается С капканом Один на один И только он Решает Лезть ему В капкан Или нет Никто Его туда Не толкает Как говорится Здесь Кто кого Перехитрит Или зверь Поймет Что здесь Опасность Уйдет Или человек Сделает Все так Чтобы зверь Ничего не понял И попался Все по честному Вот Один кун Буду отсоединять Вытаскивать Из капкана Сегодня тепло Поэтому Не приморозило его Вот Если я сейчас Отпущу капкан Он отстрелится Ну Покажу вам Потом соберу Вот он Сейчас Не видно Он Отстрелился Полностью Кошара Красавец Прости Дорогой Ты принесешь Кому-то еще Много радости И удовольствия Какая-нибудь Модница Будет носить Тебя на себе И хвастаться И хвастаться Перед другими Тебя не просто Съест Какая-нибудь Лиса Или вороны Склюют Тобой будут Гордиться Ценить тебя Показывать На самом Видном месте То есть Окажут тебе Великий Почет Очередная Охота Закончилась Вот Я вас благодарю Что вы Сегодня совершили Эту прогулку Со мной Вот Сегодня А с трофеем Вот Рад Что я вам Смог Это показать Надеюсь Не в последний раз Вот Если вам Интересны Такие видео И вы хотите Чтобы я повторял Видео В формате Прогулки Обзор Капканов Обслуживание Капканов Охота Ставьте Значок Лайк Под этим видео Рекомендуйте Его друзьям Тем самым Вы поддержите Мой канал И дадите мне Повод Развиваться Дальше Снимать Новые Интересные Видео Всем пока С вами был Чигравый Спасибо В комментариях Пишите Что вам понравилось Что вам не понравилось Пожелания До новых встреч Пока